привет ребят на самом деле этот ролик будет без какого-либо юмора петросянство и кринж я просто хочу побыть самим собой а сам собой я все так же лоботрясничаю только в этот раз польза для души и тела двор фортресс это фэнтезийного мира симулятор буквально в этой игре возможно абсолютно все трагедии радость типичный воины глупости негодяи и ужасающие чудовище из глубин способные одним своим текстом описанием вызвать у вас мурашки по коже конкретно в данном ролике я покажу кусочек жизни под моим командованием группа построить поселение заживет вполне успешной жизни и потерять все что у них есть это немного не так эпично как хотелось бы но это получается будет ролик что-то типа того как нарезается stream of вэленд когда он делает какой-то это выживалку а получается вегетарианцы людоеды смысл в том что даже это будет весело в первую очередь стоит создать но смысл в том что даже это будет весело они первую очередь стоит создать мир зваться эта маленькая вселенная будет как шерзых лэндс именно в землях шерзых и мы с вами проведем не один ролик ох рождение мира прекрасно я не вру товарищи глядите формируются горы и реки дороги цивилизации правда возраст мира я поставил буквально небольшой чтобы застать самые истоки теперь стоит выбрать место где будет основано наше будущее место бытия если вы играете в первый раз то стоит очень тщательно обращать внимание на параметры личные я всегда стараюсь тебе нормально женщина сама я взрослая кошка решила что на котенок и решила баловаться что под рукой были металлы для развития индустрии и почва для фермерства деревья тоже не помешают и желать там не напоминает как настя создает мир и в дон стерве сильно иметь источник воды под рукой я мащу свою жопу ведь это утоление жажды это должно быть и недалеко от бифала чтоб говно собирать мешают и желательно иметь источник воды под рукой ведь это утоление жажды по моему это аватарка канала культаз и постоянный приток в виде рыбы сейчас конечно это может звучать сложно но вы настолько войдете во вкус что начнете строить поселение на вершинах гор без еды и воды и лишь с садистской улыбкой на лице следующем шагом будет снаряжение каравана вот они все зан даст то бок зон одель зер бомбрик фатху зол думать стакуда лушон и шума что мебзут хэгэп мил фабитат хэгэп топ ду кимский код что вы из этих товарищей свои характеры внешность детальная с наш руки им еще и небольшие скильчики могут накопаться сейчас я на этом не буду акцентировать внимание так как впервые можно вообще с чисто рандомной группой зайти в путь дорогу разве что я чутка под заколебался назвал нашу группу злые орехи будущее крепость назвал медвежий конец а символом является черный медведь который страдает у кожица и смеется одновременно это прекрасно тебе это не нужно но я все равно сообщу у меня есть twitch канал и на нем естественно мы играем в игры либо я один либо с настей либо нас еще больше и мы играем в какую-нибудь онлайн игру так блять сука я попал сам закрытую пространству стримы идут каждый день кроме четверга пятницы и субботы эти дни выходные ну и пятница это реакционные стримы которые кстати проходят на втором канале ютуба канал называется реакционные стримы джескирана ссылка будет в описании и на твич и на второй канал ютуба заходи ждем а в смысле какого хуя ебать на хуя себе ты снайпер через окно въебал хрена себе блять и бать ты фокусник пуф ты в матрице шучу не пугайтесь играть конечно я мог бы накатить модов графических но это все от лукавого настоящий двор в перешагивать через свои собственные барьеры есть графические просто модно речка травушка прудики дворфы эти герои высадились на нужной местности буквально готовы вкалывать как мне себя правда тут же начались проблемы конечно я могу начать строить избушки склады и прочие здания но на это уйдет множество времени и сил ведь надо нарубить древесину возвести все и т.д. дворфы идут куда более легким путем и выкапывают себе будущее жилища так гораздо проще до того момента покрыва потяга не ударит киркой в сомнительно влажную стенку я уже в предвкушении за ней может скрываться источник воды как например подземные воды это нехорошо копать таком месте опасно а строится так тем более я решил поискать обходные пути к сухой толще земли для этого я направил копательную бригаду на пару уровней ниже на окраине карты с горем пополам и таки докопались до каменных пород теперь на будущее у нас есть место для подземной крепости а пока что я начну с малого обустроюсь в песчаных пещерах около поверхности налажу производства обеспечу народ едой и параллельно буду потихоньку добывать камень для будущих построек в теории все это звучит очень даже прекрасно для начала я пустую мастерскую и нарубил древесину не хочу пока что тратить камень тем более вытаскать долго двор фустан плотник же нарубал мебель для будущих апартаментов главы нашей экспедиции забота о начальнике превыше всего на данный момент хотя потому что на нее все заказы на производство мебели еды делаю вручную а так мне достаточно будет сделать заказ который дальнейшем оформит глава экспедиция на которого я повесил обязанности менеджера и завхоза работа нелегкая я буду массово производить двери кровати шкафы прочую мебель для будущих жилищ древесины так много что я даже решился на достаточно необычный проект постройка таверны на поверхности земли в этом месте дворфы будут собираться в свободное время есть пить а заодно это будет местного обитания будущих гостей заморских идея хорошая хоть и завершена будет не скоро а пока что радуемся в нашем полку прибыло некоторое количество мигрантов явилась к нам надежде на лучшую жизнь они готовы помочь всем чем смогут но я бы не особо радовался с каждой новой порции мигрантов учитывайте что это новые рты претенденты на новые жилища а еще дополнительное усложнение игры сложно контролировать большую колонию жизнь в песчаном медвежьем конце кипит плотник работает из последних сил повар уже который день готовит мидии до мидии на завтрак мидии на обед мидии на ужин и так каждый день как мидии вкусно но не так часто мидии нужно еще что то чтобы было их интересно есть каждую неделю каждый месяц можно было бы и мясо готовить но на охоту банально нет времени надо работать строить таверну обеспечивать дворфов жильем но рутина была прервана нас попытались ограбить мерзкие кобальты неприятные существа но злоба не отличаются воспринимайте как бегающих разумных ворон что могут незаметно украсть еду сережки золото ребенка такое-то бывает девушки золото ребенка такой штейна жалко это попытка выростов вынудила меня прибегнуть к механике солдат из имеющихся работяг я создал отряд оболчения что в свободное время работают а когда надо из ноги дать могут так происходит драка за это скромный график и скрывается множество разных действий боевых и ударов опасных особенность становится понятнее во время чтения логов допустим наш лидер экспедиции за на достатобок ушатал кобальты тюркой по голове а следом подметил что смерть ужасающая штука это было первое убийство а на ужин снова подавали мидии этому кобальтовар подостроили таверну до этого их местом туса исходок был обоз на котором приехали первые поселенцы теперь же они чилят под крыши на поверхности то дворфы и гости сын их земель могут нормально на окей попить пиво вина воды и даже потанцевать послушать музыку рассказы что еще для счастья нужно следующим этапом развития стало знаменательное событие один из рудокопов нашел огромные залежи серебряной руды и это прекрасно наконец у нас появилась возможность создавать полноценный товар массового спроса как например драгоценности до этого мы как бы их тоже делали но делали мы их из ракушек из-под мидий в любом случае серебро стало поводом для расширения поселения ныне у нас есть кузнецы плавильни и прочие мастерские полезные морально готовимся к новым источникам дохода еще мы наткнулись на подземные пещеры эта местность может быть очень опасной так что пока что туда не ногой вместо этого я тренирую ополчение на стайках кенгуру я вырабатываю в ребятах ярость и силу духа и это действует понятен кенгуру этом кобальтов так назвал то можно если поглядеть на один из трупов кенгуру он буквально лежит в я уже своей крови и блевотины а еще один из борцов дабы победить кенгуру укусил соперников голову прорваясь сквозь мускулы и жировой покров кунгурища ебаная кенгурища такой думал кунгурища я вспомнил со стоп гейма что бедный кунгуров там казна же пополняется серебряными монетами собственного производства приходят новые мигранты амидий на всех не хватает именно в такие моменты я радуюсь ведь для меня это повод порохнуть я убиваю весь скот кроме самцов нет 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 быков и прочих мужчин я кастрирую и лишь потом рублю на мясо просто чтобы жизнь медом не казалось так все идут очень даже хорошо а вы знаете толк извращение в извращениях мистер бэбэй ну конечно кастрирует их не для этого не то чтобы жизнь медом не касалась и делает это юности совсем но он-то делает они так просто потому что потому что может родниками идет активный сбор фруктов и ягод для алкогольных напитков жители эти самые напитки пьют сугубо и серебряной посуды еще нас появился свой собственный шериф с отдельным жилищем он мне кстати не нравится плюс жилища для гостей заморозных будущих наемников хочу чтоб жили они в многоэтажки из чистейшего мрамора кстати а вот и торговцы приехали наконец-то мы сможем продать товары нашего производства но купить много необходимого как например семена вкусности всякие и слитки металлов коих у нас пока нет вроде бы все прекрасно подумал я и тут же пришел к мысли а ведь мы сейчас относительно богаты беззащитны и можем стать жертвами набегов нападений приятелей опасненько очень многие игроки в дф придумывают самые разные идеи для будущей обороны начиная с механических мостов и оканчивая множеством орудий пушек ловушек и даже взрывчатки я же решил пойти немного другим методом а именно воспользоваться дурами природы река это бесконечный приток воды грамотный человек может использовать его как отличную защиту двери и стены можно сломать вот через воду пройдет не каждый я решил порыть пещеру ведущую главному входу в наше подземное население но сам ход перекрыть особым шлюзом что открывался и закрывался бы по нашему желанию но перед этим я затопил хату шерифа потому что мусора сосать тоннель и параллельно создаем особые шлюзы что будут контролироваться нами через особые рычаги и я случайно затопился наше подземное поселение потому что параллельно с этим устроил уничтожил людских караванчиков дабы украсть их добро и если что потом заныкаться у себя в логове и водичкой и спрятаться там на что-то немного не по плану пошло но я не хочу тебе такое фикарное жилище с множеством серебра внутри вы посмотрите сколько кубков надо устранить потом но как ответ достаточно элементарен друзья мои нет ничего невозможно в этой игре я имею кое-какие банальные знания физики еще с школьных времен все что нам нужно это выкопать отдельный ров чтобы река утекла в другое место и это не сработало я думал построить банальную плотину но из-за глубины и мощности реки сделать это не удалось тогда я решил пойти на хитрость очень многие подземные реки перекрывают банальным обвалом сверху значит гуманитарий эту реку я всего лишь построю мост из мрамора над руслом а затем прикажу дворфу обломать его подборки и работяги обвалили мост себе на голову умерли кто бы сомневался а река так и не перекрылась в таверне трупы торговцев и следы от кровавой бани товары не тронуты а с наступлением вечера мидии на ужин так никто и не подал надо же было так-то косануть видать слишком поспешил и дернул не там он еще и отвлекался одновременно делал другое дело всем привет спасибо за просмотр до скорой встречи пока